Друзья, приветствую всех! Сегодня эксклюзив на моем YouTube-канале. Мария Максакова, известная оперная певица, бывший депутат Госдумы. Мария, приветствую вас! Здравствуйте, Даша, и я приветствую нашу аудиторию. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Марии Максаковой. Если вы смотрите у нас телеканал прямой, нажмите, пожалуйста, на название, и там будет возможность подписаться на оба YouTube-канала. Мария, вы знаете, мне очень интересно, я подготовилась к нашему с вами интервью, посмотрела десятки ваших интервью, вы обладатель достаточно инсайдерской информации, и, конечно, ваш взгляд особо интересен. Мария, вы можете представить дворцовый переворот или дворцовый мятеж, о котором говорит глава разведки и Минобороны, господин Гуданов, и кто может стать преемником Путина? Это может быть Мишустин, это может быть кто-то из Патрушевых, отец или сын. Как вы видите? Смотрите, Мишустин выглядит как такой возможный преемник для целого ряда сил, и это особенно, ну, так ярко, скажем, прозвучало после визита или во время визита главы Китая Си Цзиньпина, потому что там и приглашение было, и желание с ним именно пообщаться, поэтому, видимо, Мишустин им кажется менее кровожадным, и, в общем, наверное, это оправдано. Это, конечно, не значит, что Мишустин не выполняет в данный момент преступных приказов, еще как выполняет, все равно он совершенно для них системный, но он, вот он не наперстник, он не ближайший, он не кооператив озера и не ставка кооператива. Он для сегодняшнего этого озера, которое, в общем-то, уже давным-давно превратилось в болото, наверное, в пору их назвать кооператив болото. Вот этот кооператив болото, он считает Мишустина мелким барыгой. Он для них немножко не того уровня злодей, чтобы с ним считаться настолько, чтобы делать на него откровенную ставку. Он для них нежелателен, для них Кириенко желательнее именно из этих соображений. Что касается Патрушева, то это было бы возможно, вполне возможно, вообще бы и, так скажем, согласованная к кандидатуре, если бы этот младший Патрушев был бы менее запойным алкоголиком. Тут, видите, как, наверное, он же министр сельского хозяйства и сейчас, насколько я помню, я сейчас могу ошибиться, просто за всеми, за ними не успеваю уследить. Они будем сейчас говорить, но, скорее всего, все так и есть. Я еще, знаете, тогда шутила по поводу того, что их главный спирт – это, конечно же, водка на злаках, и будучи, видимо, министром сельского хозяйства, ну как удержаться от соблазна выпить всю произведенную водку. В общем, как бы то ни было, это такое, вы знаете, такое состояние, когда он, конечно, может быть, так сказать, вытрезвлен на несколько совещаний, но он очень нестабилен, и поэтому это является препятствием для того, чтобы он был согласован в качестве преемника, хотя, безусловно, вы правы в том, что у них как бы назревает необходимость наконец-то поменять фасад, потому что Путин не просто нерукопожатен, как это было уже, кстати сказать, до полномасштабного вторжения, но, естественно, это очень резко усилилось с февраля 2022 года, то есть он не может выполнять представительскую функцию с тех самых пор, ну то есть уже нигде, ни в Европе, ни там, ни в Америке, ни в уважающихся странах, и тут еще добавляется ордер на арест Международного уголовного суда в Гаге. Вот в таком сочетании, ну, как вам сказать, вся вообще их вот эта вот картина мира, пускай какая-то искаженная, пускай шизотреничная, какая угодно, но она вообще несостоятельна, потому что, ну, какой это уголовник, который разыскивается Международным уголовным судом. Ну, поэтому, конечно, этот вопрос встает о необходимости. Вот вы считаете, кто может совершить этот государственный переворот? Золотов, Шайгу, Герасимов, Патрушев, Бортников, спецслужбы? Как вы это видите? Ох, вот вы знаете, мы вот с вами начали говорить про, например, Руднова, о котором мало слышно, который тогда помер в Мюнхене, и я недавно посмотрела интервью, которое несколько лет назад уже дал банкир Пугачев, где он рассказывает о том, что Путин в каком-то лифте задал ему вопрос, когда Бородина, его прежнего начальника, у которого он работал, и, соответственно, там вот они занимались своими делишками, то есть арестовали в Швейцарии, он задал вопрос Бородину, нет ли у него каких-нибудь там специально подготовленных бригад, которые могли бы Бородина, ну, устранить, то есть физически ликвидировать. Это я вам к чему говорю? Вот даже, казалось бы, такая ситуация, при которой, ну, вроде бы совсем уж свой, и тем не менее Путин, как только что-то ему угрожает, задумывается о том, чтобы физически ликвидировать, ну, вот со слов Пугачевой, почему-то, мне кажется, вот я лично ему склонна верить, что вот ему приходят такие идеи в голову, золото вы говорите, да? Ну, это, конечно, понимаете, слесарь с московского завода ЗИЛ ставится под сомнение не только наличие его высшего образования, которого, судя по всему, просто никогда не было, но даже и среднего, а может, и начального. То есть его бывший начальник Коржаков называл его не иначе, как дебилом и имбецилом, неграмотным и даже, ну, не в состоянии рапорт какой-то составить. Но, тем не менее, понимаете, ну, как сказать, он был в банде такого припитерского криминального авторитета Ромы Цепова. Ну, его позднее отравили, причем также полонием, вот так же, как в свое время потом Александра Литвиненко, вернее, до того Александра Литвиненко в Лондоне. И выяснилось позже, что бенефициаром смерти Цепова стала любовница Золотова. Значит, вот это вот Дина Целевич оказалась полновластной хозяйкой империи Цепова. И сейчас Целевич, у которой сын от Золотова, сидят на всех легальных и нелегальных потоках мигрантов в Россию. Они монополизировали рынок услуг по, значит, оформлению этих мигрантов на работу. И, собственно, это миллиарды рублей и миллионы мигрантов. Я не знаю, вот как у него так получается. Вроде, казалось бы, такой несмышленый со слов Коржакова. Просто буквально эта цитата. Он в интервью говорил, что он дебил. Это даже в интернете можно найти сейчас, в YouTube. А в то же самое время, ну, может быть, сообразительная любовница, я не знаю. И вот видите, как у них это все в этом террариуме получается. То есть Бородина, он хотел сам заказать, со слов банкира Пугачева, Цепова, в банде которого все там потрудились, они ликвидировали тем же способом, что и Литвиненко полоним. Вот в такой атмосфере не просто недоверия всеобщего, а в атмосфере постоянных заказов, когда спецслужбы просто устраняют потенциальных конкурентов одной башни или другой башни. Как вы думаете, неужели в этой ситуации может возникнуть кандидатура, которая бы устроила всех? Соответственно, это должны быть какие-то, ну, такие, какой-то такой... Это, знаете, как в бочке с крысами, их туда запускают, ну, там, сотню крыс, и в итоге остается одна, которая сожрала всех. Вот сейчас мы с вами задаемся вопросом, в этой крыси или бочке уже вызрела кандидатура, значит, этого красоеда-хищника или он еще в стадии подготовки находится. Ну, как мне кажется, учитывая, ну, криминальный характер их взаимоотношений, даже если эта кандидатура вызрела, он будет до последнего, наверное, как-то, знаете, молчать об этом, он будет не на поверхности. Те, о которых мы говорим, это, в общем, такие довольно явные варианты. То есть вариант с Кириенко, вариант с Мишустиным. Вы знаете, вот вы упомянули банкера Пугачева. Банкер Пугачева дает довольно откровенное интервью в последнее время, обсуждая личную жизнь Владимира Путина, его первую супругу. Он говорит такие достаточно откровенные вещи. Но вообще личная жизнь Путина, она вся состоит из тайн и загадок. Можете ли просветить, сказать какие-то интересные детали? Потому что дети, жены, вообще она покрыта тайной. Вы знаете, у меня есть одна знакомая, которая, будучи в 14-летнем, ну, сама 14-летней, имела несчастье познакомиться с Путиным и его еще одним приятелем. Они решили, ну, в основном приятель, приударить за ней и ее подругой. И что вы думаете, они пригласили, значит, девушек на весьма скучное кидалово на татами? А как только те согласились с ними, ну, так сказать, пообщаться в более непредужденной обстановке, то в качестве своего, так скажем, в качестве демонстрации всей серьезности своих намерений Путин вот одну из этих девушек решил прямо, значит, в квартире кинуть через бедро, продемонстрировав, что он ничуть не хуже, чем вот те борцы на татами, тоже владеет вот этим нехитрым приемом. Ну, понятно, что это вызвало шок, и они просто убежали с той квартиры, и, значит, в общем-то, вспоминали эту историю как анекдотичную, пока в конце концов он не нарисовался у власти, и они тогда подумали, что вот же ж, когда надо было эту моль, значит, прибить тапком. Но тогда как-то никому не виделось это все, так сказать, опасным. До такой степени он был невзрачный, неуверенный в себе, и относился он к женщинам уже тогда исключительно как к спортивному снаряду. Об этом же можно узнать из интервью его бывшей уже теперь жены, ныне очередной, которая жаловалась на то, что он садист, и что как только он, значит, выпивал лишнего, что он не пьет не потому, что он любит здоровый образ жизни, а что просто ему пить нельзя, потому что если только он выпивал лишнего, то он тут же, значит, начинал щипать, выкручивать руки и так далее, видимо, опять демонстрировать свои навыки на татаме, уже непосредственно вот своей жертве, которая оказалась ему под руками, а в этот момент, ну, долгий период этой жертвой была Людмила, тогда Путина, ныне очередная. Однако, как мы знаем, все ее вот эти страдания, вполне возможно мнимые, может, она мазохистка, не знаю, они, в общем-то, были вознаграждены, и она не только очень удачно вышла замуж за моложе себя куратора очередного, но и осталось при больших деньгах ей принадлежит не только здание на воздвиженке, дом 9, историческое, кстати сказать, которому они достроили, несмотря на весь абсурд, еще там много этажей и площадей, все это сдается в аренду, но она и гнушается еще и заниматься коллекторской деятельностью, ей принадлежат компании, микрокредитные вот такие организации, которые там же общипывают вот уже последнее, гоняя в нищету и без того бедных людей, которых до того более крупномасштабно обворовывал ее супруг, ну, теперь уже бывший, а вот она здесь дощипывает остатки. Поэтому о его отношениях с женщинами говорю не только я, об этом говорит довольно много Жернов Сергей, также там достаточно его, ну, можно посмотреть и откровения самой Людмилы, поэтому я знаю и понимаю, о чем вы говорите, то есть насколько его отношения с вот этой вечно, так сказать, под мраком, под покровом, тайной, с Кабаевой, насколько под ними есть какой-то подлинный смысл. Я всегда говорю, что это обмен стволовых клеток на золотую, в которой она сейчас коротает свои дни, то есть находясь в резиденции на Валдае, ну, грюмое дело, конечно, думаю, что иначе эта спортсменка с монобровью мыслила свое будущее, когда довольно зажигательно, значит, отплясывала на всех этих спортивных состязаниях. Вот, но что касается подлинных отношений Путина, более гораздо глубоких и более настоящих, то я думаю, что это его отношения с Ралдугином. Расскажите. Вот там действительно. Там действительно глубокая такая длинная история. Я же была очень долго солисткой Мариинского театра, и понятное дело, что там, ну, вообще ни для кого было, это не секрет. Это все об этом шушукались, об этом, естественно, шептались, и, конечно, это было уж точно не только не секретом для царедворца или заблюда такого со стажем Гергиева, но и наоборот, он, ну, предоставлял, естественно, любые возможности сценические, как только Ралдугину, виолончелисту, или, может быть, виолочленисту теперь уже. Ну, в общем, ему, в общем, предоставлялись всегда любые возможности сценические. Также ему, под его руководством находится целый дворец на мойке, расписанный, возможно, мистификатором, липкортом, таким, знаете, сподвижником Арбели. Это дворец просто такой, знаете, шкатулка. Вот. Это теперь дом музыки, где Ралдугин развлекается уже, так сказать, более юными продолжателями вот этих игрищ и забав, которые всегда красуются, такие юноши с афиш там, вот, значит, демонстрируют, что юноши должны быть прекрасны, наверное, по заветам Чехова, со всех сторон. И, в общем, ему принадлежит в том числе знаменитый панамский офшор, 2 миллиарда долларов. Это все общественность узнала в результате, кстати, достаточно кропотливого труда волонтеров, и в том числе деятельности Вильяма Браудера. Вот они, особенно после того, как приняли акт Магнитского, после уже того, как в России убили, расправились над юристом Браудера компании Сергеем Магнитским, тогда они начали еще более более рьяную деятельность по поиску всего, что связано, значит, с активами Путина, и нашли в том числе вот этот офшор панамский на 2 миллиарда, записанный на авиалончелиста Ралдугина. Там была потом просто, ну, как сказать, немыслимая по комичности ситуация, когда Ралдугин пытался объяснить происхождение этих средств у обыкновенного виланчериста, и когда он, значит, рассказывал о том, что это все на покупку каких-то дорогих инструментов и всего прочего, но даже не только это, еще же Браудер обнаружил отмывание значит, через Данский банк, там 234 миллиарда евро прошло за несколько лет, а сейчас я уж не знаю сколько, потому что не знаю там, ну, правда, это уже расследовано, и все те, которые в этом принимали участие, я так понимаю, устранены от своей деятельности. Ну, в общем, Ралдугин был тогда женат на Ирине Никитиной. Значит, Ирине Никитиной тоже за то, что она так хорошо поработала с ширмой, достался шикарный особняк в Москве, а тогда, и может быть, даже сейчас, ей принадлежит квартира, которая вот находилась в том же доме, где жил Собчак, не берусь сказать, в той же ли парадной или в соседней, но в том же доме. Поэтому, судя по всему, когда Путин врал своей жене о том, что он пойдет на какой-то очередной доклад или на совещание приватное к Собчаку, судя по всему, он заруливал вот в эту самую квартиру, где жили Никитина с Ралдугином, и вы представляете себе, насколько экстравагантно для тех времен вот у нее в квартире была баня. Значит, там они проводили, видимо, очень теплые вечера, и самое в этом во всем забавное заключается в том, что еще и вот эти вот поющие аденоиды, то есть Боярский, он тоже жил именно в этом доме, может, и по сей день у него там квартира, и мне почему-то кажется, что потом, когда они уже вдоволь напарившись и насладившись обществом друг друга, садились отдохнуть, то мне почему-то кажется, что в этот момент к ним подруливал с гитарой в своем вот этом вечном образе, прихватив, естественно, непролеченные аденоиды Боярский, и там, значит, запускал вот это вот зеленоглазое такси. Вот там это все складывалось в те самые далекие годы, но заметьте, вот этот Боярский тоже бенефициар, не зря он его тогда развлекал вместе с его настоящей-то любовью. Он вместе со своей Лупиан, я еще раз шутила, что он, можно сказать, замужем за Лупиан, потому что она гораздо еще, ну, как более хваткая, хваткая, то есть тот у них, значит, это такая же парочка, как Юдашкин со своей женой, то есть один такой творец, а она хочет, этот, как его, менеджер таланта. В общем, ей тоже достался театр в управление, ну, и, так сказать, вообще дети все пристроены, значит, этот сыночек в Думе, людоедские законы принимает, ну, просто уже дикарские совсем, как-то вот у них все там, понимаете, с тех самых пор, и с Ковальчуками дружба с тех пор, и с Боярским еще с тех пор, и с, а уж, Ралдугин, ну, что говорить про Ралдугина, а Никитина, понимаете, такая же вот, как Людмила, ныне очередная, мне кажется, что это вот такая их двойная ширма. Вы знаете, вот уже британское издание The Guardian написала Сергею Ралдугину ключ к тайному состоянию Путина. Как вы считаете, вот помните, была история с князем Монако и с Путиным тоже, о котором много говорят. Слышали ли вы об этом, соответствует ли этой действительности? А дружбе между князем Монако и, естественно, что Путиным? Вы знаете, личную жизнь венциносные особы, наверное, обсуждать мы с вами не будем, можно только догадываться, но то, что там прослеживались определенные как бы решения, и то, что там в Монако много недвижимости, которая их интересовала, и много, видимо, кто ее там прикупил, тоже неспроста чувствуя, что этой недвижимости ничего не угрожает, например. Ну, не знаю, как сейчас, но, во всяком случае, когда-то этот принц был желанным гостем, я бы даже сказала, завсегдатаем, разнообразных тусовок и вечеринок. Тут мы можем поговорить с вами еще про одного такого его путинского наперсника, именно что касается такой представительско-заграничной деятельности. Есть у него такой Киселев, но не Дмитрий, а Владимир. Вот тот устраивал ему всякие разнообразные такие вечера, где тот пробовал даже одним пальцем поиграть на рояле, я вот просто поражаюсь, как его это вообще, ни стыда, ничего. То есть, вы понимаете, даже, в принципе, животное можно научить, как бы нехитрый мотивчик патриотического или псевдопатриотического содержания, сыграть все-таки двумя руками, но нет. Но, тем не менее, все аплодировали и восхищались этим навыком, туда приводили, кого только не привозили, кроме принца Монако и чуть ли не даже Шерон Стоун побывала на вот этих его тогда пирах, которые он закатывал. Это было довольно-таки давно все. Мне кажется, что сейчас, сейчас это уже не тот случай, когда даже такие проверенные бывшие друзья захотели бы продолжить эти взаимоотношения. Мария, вы знаете, Валерий Соловей постоянно утверждает про то, что бизнес шаманов это десятки миллионов долларов, несколько десятков миллионов долларов, что есть обряды стоимостью больше миллиона долларов, и что Путин совершал некие обряды вместе с Шойгу, что они это делают регулярно, что прежде чем начать полномасштабное вторжение, Путин тоже совершил этот обряд, и Шойгу в том числе приложил к этому и связи, свои бы. Вы как вообще относитесь к такой информации про шаманизм среди российской так называемой элиты и то, что Путин имеет к этому отношение, что они даже некие ванны принимали? Вообще Путину свойственно это так называемое магическое мышление. Это прекрасно. У меня, кстати, на канале разобрал Дмитрий Золотухин вот это свойство довольно дикарское. верить во все подряд, но нужно сказать, что у него это совпало, когда по всему миру искали ему врачей, и по большому счету мне кажется, что скорее израильские специалисты ему помогли, нежели обряды с сжиганием там разных крупных животных. Тем не менее, возможно, в его, так сказать, воспаленном воображении это отразилось как действенный обряд. И, ну, этого хуже нет и веща я знаю со своих 17 лет. Он тогда еще только метил в кресло министра МЧС. Было очень давно. И он пришел, Михалков привел его домой к моей маме. И он тогда произвел на меня довольно сильное впечатление, когда достал свое табельное оружие. И поскольку у него, видимо, там кто-то погиб или так он сказал из знакомых, уж не понимаю при каких обстоятельствах, но я не поняла, что он собирается оказывается просто вытащить оттуда патрон и выпить рюмку водки с патроном внутри. Я решила, что он сейчас вот уже собственно будет расправляться с кем-то из присутствующих. Так посмотрела вокруг, думаю, может быть, будет стрелять по картинам, думаю, не знаю, что он выбрал своей мишенью. Но, тем не менее, тогда все обошлось. Как выяснилось, что не только он на меня произвел впечатление неизгладимое, но как выяснилось и я на него потом, потому что он к моей маме заруливал еще несколько раз. И не было дома. Ну, вот как-то мне удалось улизнуть от его цепкого внимания. Но, во всяком случае, понимаете, тогда он был министром, который, понимаете, когда человек возглавляет ведомство, которое как бы наживается на чрезвычайных ситуациях, которые остальным министрам невыгодны, то они немножко вразрез действуют, и он довольно быстро от этой должности, ну, как сказать, перепрыгнул на более, разумеется, прибыльную. Вот. и поэтому... Губернатор в Московской области, я так понимаю. Что вы говорите? Он еще был губернатором Московской области. Но там он тоже быстро вместо... Там его как бы команда, вот этот Воробьев, это их общий ставленник, там это все равно те, которые там находятся, это те, которые, ну, скажем так, представляют из себя вот башню, его башню, скажем так, этого Кремля. В общем, что касается обрядов. Да. С моей точки зрения, Путин, конечно, верит во все подряд. Знаете, о нем очень когда-то метко сказал Бортников. В 99-м году, еще находясь же в Минске, когда Путина назначили его премьера после отставки Степашина, тот сказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя делать Путину премьером и президентом, потому что он психопат и жестокий истероид, привыкший действовать из-под тяжка. Поэтому ни для кого он не был в принципе разгаданным. Видимо, лучше всего разобрался во психике Бортников, но его не послушали. И теперь мы наблюдаем на все эти примеры магического мышления. Смотрите, то, что можно проследить довольно четко, это подействовавший на него не столько даже вот этот обряд и верования в шаманов, тут можно другое сказать, и сейчас мы к этому вернемся, что шаманы для него это очень важная деталь его жизни, и поэтому он очень боится шамана, настоящего шамана Гавышева, который идет или шел когда-то пешком изгонять демона Путина из Кремляна, к нему присоединилось достаточно много его однодумцев единомышленников, единомышленников, да, и к сожалению у них так сказать это в общем-то усложнено тем, что шамана арестовывали, потом его значит запихнули в психлечебницу, это просто примеры карательной психиатрии, это страшно, но для того, чтобы в поисковике или во внимании людей стерлась память о настоящем шамане Гавышеве, они сделали ну фальшивого шамана певца, который там везде теперь значит сначала орал с дредами, потом значит эти дреды отстриг, видимо эти же дреды подобрал Филипп Киркоров и себе же нарастил, вот теперь они соревнуются в степени того, насколько они блондинисты выглядят, поэтому шаманы это такая тема, где Путин разбирается, видимо, как гость несколько меньше, а вот что касается афонских монахов и того, что они ему внушили просто-таки византийский рессентимент, что они ему внушили, вот там Ефрем Пуцу, такой довольно известный, который является настоятелем Ватопецкого монастыря, куда Путин приезжал и они запустили перед ним осла, которого надрессировали и убеждали, что вот этот осел это вот такая же история, как во время вхождения в святый град Иерусалим просто Господа Иисуса Христа, вот они до такой степени не гнушаются, они вот такие делают мистификации, но это вообще свойственно в принципе этому византийскому рессентименту вот такими замечательно заниматься вещами, но вот на этой горе Афон там просто какая-то сбилась в этом смысле целая, я не знаю, какая-то вот кучка единомышленников вот этих вот с каким-то довольно черносотенным взглядом на мир, был там еще такой довольно известный путинский массажист, сначала, а потом вот глава фонда какого-то Афонского Голощапов, вот они как бы уже там седьмой, восьмой, девято, то есть уже давно ему вот эту идею засовывают в голову, но раз он склонен верить там в одну мистику, то разумеется он верит и в другую, то есть естественно я совершенно не отрицаю того, что они с Шойгу могли проходить вот эти вот обряды шаманические, но я вам могу сказать, что мне кажется, что касается самого Шойгу, то он, понимаете, как, ну он скорее такой плут, он сам в эти обряды вряд ли верит, он любит все на показ, ни дня не прослужив в армии, ему нравится выбивать, так сказать, вышивкой на своем погоне звезды, вернее, уже одну гигантскую звезду несуществующих размеров, мне кажется, уже в пору морскую звезду, по-моему, просто пришивать, вот ему очень нравится все это такое зрелищное, эксцентричное, на показ, и поэтому он с удовольствием, наверное, организовал достаточно впечатляющее представление с шаманами, не удивлюсь, если они действительно сожгли там верблюда, а то и говорят ни одного в этот момент, ну и впечатлительный и вообще охочий до подобного и верящий в это во все обладатель магического мышления, проще говоря, обскурентного дикарства в голове Путин становится для такого рода впечатливших его, конечно, более податливым. И дальше он, конечно, гораздо доверительнее относится к тем, с кем вот побывал в такой мистификации. Мария, еще такая тема, о которой все говорят, конспирологическая, это двойники Путина, этот чемоданчик, который носят за Путиным и даже в туалет, и болезни Путина. Что скажете? Вы знаете, так получилось, что я вот еще в десятом году была знакома с людьми, которые, ну, которые, скажем так, были связаны с теми, кто тогда занимался довольно новыми исследованиями. Это был аппарат ПЭД. В тот момент вот такой ПЭД был всего, их было всего четыре по всей России. И один из них находился в Москве. И вот туда привели этого пациента номер один. Ну, естественно, что те, кто оказались на этой смене, ну, проклинали это мгновение последними словами, боясь, что они стали заложниками увиденного. Ну, соответственно, они говорили, вернее, так сказать, пытались жестами объяснить, что там все очень плохо и что долго такое протянуть не может. Но, как мы видим, с тех пор оно протянуло еще вот уже 13 лет. Тут, естественно, встает вопрос о том, какое лечение он проходил, соответственно, израильская медицина. Моя гипотеза о том, что на свежих этих стволовых клетках, на пуповинной крови его прямых родственников одного с ним пола, который вынужден производить Кабаева, строится определенная терапия для него. И, ну, я жду, не дождусь того момента, когда израильские врачи прекратят поддерживать в нем, в этом, знаете, дряхлеющем тельце искры жизни. Ну, соответственно, то, что он не оставляет следов своей ДНК, связано, как мне кажется, не столько с опасениями, что кто-то узнает о том, что он смертельно болен. Более того, как вы понимаете, эти слухи, вернее, так сказать, даже те данные, которым я склонна верить, они не оправдываются. Какой смысл делать наши расчеты вот на те обстоятельства, которые находятся за пределами непосредственных возможностей. Я считаю, что самая главная сила, которая приближает каждый день распад России, финал путинского режима, это вооруженные силы Украины. Поэтому, как только у нас возникает желание что-то сделать, вообще как-то подействовать, это значит, надо призывать донатить на ЗСУ, это значит, надо информационно поддерживать вооруженные силы Украины, ну и требовать, естественно, больше оружия на всех каналах, и всегда, как только у нас есть эфир, я призываю всегда к одному, чтобы обещанное западное вооружение приходило вовремя и в большем количестве, то, конечно, наша главная опора – это граждане, демократических стран, которые тоже, не теряя энтузиазма, влияют на собственные демократические избранные правительства. Но вот что касается двойников, то, что вы сказали, то понятно, что где-то когда-то, когда-то можно издалека какие-то цветы положить или еще что-то, понятное дело, что там используются двойники. Что касается каких-то мероприятий, где его хорошо видно, слышно, и там его снимают, как правило, это все-таки делает он сам, то есть я имею в виду, когда он зачитывает послание федеральному собранию или еще что-то вот такие вот. Особенно это всегда хорошо можно отличить, сам он или не сам, если с ним близко общаются кто-то. то есть когда он сам выходит, то соответственно он отчитывает свое послание и сразу в сторону вот этой своей закрытой части убегает в дверь, не давая возможности кому-то из присутствующих с собой пообщаться, потому что он очень бережет свое здоровье, видимо, боится, что кто-то на него чихнет, а то может приблизиться с шарфиком или табакеркой, потому что я думаю, что там достаточно таких, вот мы вначале с вами поговорили по поводу того, кто его наконец свергнет и каким образом. Поэтому как только мы видим, что он очень далеко от зрителей и быстро от них бежит, то вероятнее всего это, конечно же, он сам. Ну и тут вопрос, почему тогда он уже столько лет таскает с собой вот этот весь самолет с квартирой, можно сказать, так сказать, переносной и вот чаши, то есть стаканы и все прочее, что он ни к чему не касается, ни откуда ничего не пьет, и все думают, что вот это потому, что они оставили следов какой-то ДНК, чтобы по этому не выяснили, чем именно он болен, сколько он остался. То я думаю, что у него крайний ход для него последний, это попытка инсценировать собственные похороны и положить в конце концов этого двойника в гроб. Вот что он хочет сделать и почему он не оставляет свое ДНК. Мне кажется, что в этом весь замысел не столько в том, чтобы никто не узнал о его реальном положении дел по здоровью, сколько чтобы потом мистификация, которую он, наверное, рассматривает, как, ну, уже, так сказать, если он будет полностью загнан в угол, вот чтобы там не смогли установить, что это не он. Вот мне кажется, что из этих соображений вот эти все уже, наверное, лет 15 продолжающиеся идиотские совершенно его выходки с собственным стаканчиком на встречах большой двадцатки, там, восьмё, семёрки, там, куда он ещё, куда его же там пускали раньше, вот там же он просто комично выглядел, и ничего, его не смущало, что он, естественно, будет обсуждаться в этом нелепом совершенно ключе, что все будут говорить, как это всё выглядит дико, да, потому что он будет ходить с своими стаканчиками и всё прочее, но, видимо, он тогда ещё, то есть представьте себе, насколько прав был Бортников, давая ему оценку в 99-м году по поводу того, как он маньяк, насколько недооценивали вот эти его все планы, которые он выстраивал, видимо, вот всех самых пор. Издание Вёрстка привело расследование, как Путин возненавидел Украину и решился на войну. И среди прочего... Простите, я не расслышала, чуть-чуть прервалось, кто провёл? Значит, издание Вёрстка провёл расследование, как Путин возненавидел Украину и как Путин решился на войну. Среди прочего, там были такие тезисы. Путина убедил Ковальчук в том, что Запад слаб, а Медведчук заявлял, что Украина слаба и лояльна. Решение подготовки к войне было принято в конце февраля, в начале марта 21-го года. За год до войны последней каплей для Путина стало закрыто телеканал Медведчука. За три месяца до войны, до полномасштабного вторжения, в Кремле уже обсуждали, как делить Украину между другими различными крупными корпорациями. Здесь интересно, что не только Вёрстка, но многие другие говорят о том, что Ковальчук убедил Путина начать войну. Юрий Фишкинский мне в интервью сказал, что в принципе начали войну России против Украины полномасштабную спецслужбы. А что вы скажете? Понимаете, Ковальчук действительно очень такой приближённый к Путину. Впору было бы даже назвать в какой-то степени его серым кардиналом, даже не по той причине, что он какой-то там особенный стратег. Просто в силу параноидальной недоверчивости сегодняшнего Путина очень малый круг допущен к телу. И как раз Ковальчук один из тех немногих. И соответственно, конечно же, он, пользуясь тем, что информацию он сортирует. и преподнести он любую интригу может сам на своё усмотрение. Разумеется, этим пользуется. Давайте чуть-чуть, так сказать, назад эту историю развернём и вспомним, с чего всё начиналось. Когда Путин ещё в мэрии ленинградской помощником Собчака работал. Это официальная часть. А дальше все мы знаем про расследование Марины Евгеньевны Салье, про нефтепродукты в обмен на продовольствие, про всякие махинации, которые он тогда начал, как он расставлял своих людей на разные нужные должности, как он присматривал уже питерский порт и плёл уже начальные тенёта, которые никак не были связаны с вот этой демократической публичной деятельностью. И, собственно, он и выборы проиграл, будучи начальником штаба Собчака. И это был один из его самых таких травматичных моментов в жизни. Тогда, видимо, он обозлился вот на всю, так сказать, интеллигенцию, потому что ставка на интеллигенцию не дала ожидаемого результата. И, в общем, в это же самое время, когда у них в Смольном находилась эта мэрия. Я на своём канале тоже веду такое, знаете, расследование того периода, и кого нахожу из тех, кто были живыми свидетелями, я их спрашиваю, могло ли быть такое, что даже стены Смольного, в конце концов, повлияли на то, что как не говорили там про демократию, как-то она там совершенно не прижилась. Видимо, эти стены помнили совершенно других отрицательных кровавых героев и их решения, и также, естественно, вот эти все жертвы. Ну и, собственно, узурпация фактически власти Собчаком, не без помощи Путина, она тоже всем очевидна, и вот все свидетели тех событий, они об этом рассказывают. В общем, с заднего двора, так сказать, этого же самого Смольного находилась вот эта партийная уже, так сказать, так себе, знаете, существующая остатки вот этой ЦК партии, и там было, конечно же, имущество и все такое прочее. И вот именно Ковальчук заведовал вот в том еще коммунистическом мерке золотом партии, и вот они решили организовать Банк России. Вот оттуда тянутся их связи. То есть кооператив озера это то, что тогда они породили. Поэтому, разумеется, что, ну, это, так сказать, его наперстник уже, ну, сколько там лет посчитать, уже очень давно. И поэтому, конечно, он ему и доверяет, потому что они были в принципе, с точки зрения их вот этой экономической модели, то есть осваивание бюджетных средств, кражи, ну, ограбление своего вот этого народа, который им, так сказать, верит, правда, все меньше и меньше, что показали как раз те выборы, которые он провалил, Собчаковские. Вот оттуда тянутся вот эти его связи. Соответственно, дальше Банк России, узурпация все большего и большего народного благосостояния в пользу вот этой группы, отжим этого всего, ну, потом многие говорят, вот можно много чего простить Собчуку, но зачем вот он этого Путина привел, то же самое про Ельцина, можно многое простить, значит, этому Ельцу, ну, зачем же он вытащил этого уже проворовавшегося, уже, в общем-то, ну, с точки зрения репутации обанкротившегося к тому времени Путина, и вот все-таки его приволокли из Биорица, где он отсиживался, опасаясь уголовного преследования, потому что он думал, что вот эти все расследования, включая досье с Алье и многое другое, потому что часть решений, которые ему готовил, то есть Собчуку готовил Путин, они оспаривались в судах, и до 200, если не даже больше, отмененных его постановлений касательно имущества, они давали возможности, в принципе, ну, как, они же уже отстранены от власти, но, к сожалению, пришедший на место Собчука Яковлев решил все-таки не связываться и фактически никакими расследованиями не занимался. Более того, все то, что все те договоренности с Ленсоветом или, вернее, так сказать, с законодательным собранием Санкт-Петербурга, который уже, значит, совершил Собчак, он их сохранил, его устраивал такой карманный парламент городской, и поэтому расследований не было, Путин отдышался, хотя очень был напряжен и напуган, и вот его приволокли в Москву, причем сначала же он поработал у Бородина, то есть вот в управ делами президента он заведовал международной всей недвижимостью, и пока он этим занимался, они оформляли на разных совершенно таких удобных для себя лиц заграничное имущество, один из самых скандальных, причем о нем мало говорят, это Олег Руднов, его считают там, ну, во-первых, он в 15-м году, кстати, неожиданно для них помер в Мюнхене, и это все надо было срочно как-то переписывать на кого-то, это был целый шок, вот этот вот Руднов, это ставленник Ковальчука, сначала они ему отдали там радиобалтика, так сказать, пробный камень, потом под него они целую медиагруппу сварганили, потому что так он все хорошо для них делал, настолько он казался им эффективным, и в итоге они начали на него записывать имущество в огромном количестве, то есть то, что воровал, значит, Путин вытягивал, так сказать, списывал каким-то образом, будучи управделами с вот этой заграничной недвижимости, таким образом на Руднов оформили чуть ли не пол Финляндии, ну, четверт, скажем так, но это, наверное, даже уже будет не преувеличением, я, конечно, не берусь в процентах вам точные цифры назвать, но в 15-м году, когда, значит, он помер в Мюнхенской клинике, вот это вот вся недвижимость, она как повисла, им пришлось в стрессе срочно все переписывать, и вот это вот методы Ковальчука, и Ковальчук все время взращивает себе такие, знаете, менее приметы, вроде бы там кого-то, самый главный его ставленник на сегодняшний день это Кириенко. Чтобы закончить с Финляндией, тут можно только сказать, что они, понимаете, уже возомнили себя просто, я не знаю, повелителями земного шара или даже директорами воздуха, потому что они в каком-то местном суде потребовали, чтобы финны возобновили поезд Аллегра, который, естественно, финны сняли. Вообще вот этот весь поезд, который соединял, довольно удобно соединял им Питер с Финляндией, вот они его, естественно, как только началось полномасштабное вторжение, они отменили это все и даже распродали, по-моему, даже сами поезда. Вот они сейчас думают принудить каким-то образом Финляндию, которая уже за это время вступила в НАТО, значит, каким-то образом им все еще они хотят, они вот не хотят видеть действительности. У Ротенберга, у Тимченко, такого же наперстника этого всего разврата, финское гражданство. Задается вопрос, было ли оно приобретено на достаточных основаниях, законно ли оно вообще, нельзя ли вернуться к этому вопросу, потому что вот на Тимченко или на Ротенберге тоже много недвижимости в Финляндии и встает вопрос, насколько это все законно и можно ли это было бы пересмотреть, тем более, что они под санкциями, что касается Руднова, но он помер, понятно, но на кого было переписано после смерти Руднова все его имущество, это прямо такой вот линк, вот просто можно проследить, куда оно, как они его переписывали, на кого и каким образом, то есть, если вдруг окажется, что оно было переписано, например, до его смерти, смерть его была неожиданностью для них, то значит, соответственно, они что-то там уклювали, то есть, опять это все прямые наводки, грубо говоря, для правоохранительных органов Финляндии, чтобы, ну так сказать, ознакомиться со всеми этими реестрами и освежить это все, и возможно, это все можно пересмотреть. Что касается ставки на Кириенко, которую делает Ковальчук, я считаю, что для нас это неприемлемая совершенно ставка, потому что Кириенко, он, конечно, так сказать, давний тоже наперстник Путина, которого Путин очень хорошо знает, еще в те времена, когда назначения проходили там в конце 90-х, это Кириенко утрапа самолета говорил ему, что там он теперь назначен туда-сюда и так далее, это есть в разных его там откровениях, поэтому он хорошо его знает, Кириенко занимался, знаете, что самое в этом во всем потрясающее, Кириенко проник вот вообще во власть российскую благодаря усилиям Бориса Немцова. Это все тянется с Нижнего Новгорода. Это так странно, что Немцов до такой степени был как бы неразборчив, в частности, вот в нем он так фатально ошибся, потому что тогда он делал вид, что он какой-то там демократ, еще что-то, хотя уже видно было, как, например, Кириенко боролся с Андреем Клементьевым. Там в Нижнем Новгороде был такой вот народный мэр, что называется, он даже из СИЗО, куда его посадили вот эти провластные структуры, еще умудрился даже избраться оттуда. То есть его действительно, у него была большая поддержка, но, естественно, они его отстранили отовсюду, и он и сейчас имеет проблемы с законом, и методы Кириенко, они всегда очень жесткие и очень репрессивные. В общем, что сделал Кириенко? Он сделал, вот Кириенко сделал для Путина несколько таких неоценимых, неоплатных, что ли, услуг. Сначала в этой вот проникнув эти ряды, как они там назывались, правые силы, какие-то у них была партия, движение, союз правых сил, они выдвинули Хакамаду в то время, когда у них еще была проблема, у них еще была графа против всех. и таким образом, если бы не набралось достаточных голосов за нужного кандидата, раз, а во-вторых, вообще проголосовали бы против слишком много, то тогда бы все выборы были бы признаны и действительно ни один из этих кандидатов не смог бы заявиться еще раз. И это бы касалось непосредственно Путина. Вот тогда они выдвинули Хакамаду, которая сыграла для них вот такого, такую роль спойлера по большому счету, имитируя демократического кандидата, и таким образом те выборы состоялись. Потом Кириенко был назначен полпредом в Приволжский федеральный округ. Это, ну, во-первых, он очень большой, а во-вторых, он потащил почему-то, грубо говоря, столицу этого округа в свой знакомый себе и удобный Нижний Новгород, в то время как, конечно же, гораздо большие города есть в Приволжском округе, например, Казань. Но он для чего там оказался? Для того, чтобы всех значительных и популярных тогда еще политиков убрать с арены. Кто сейчас вспомнит Шаймиева, Аятского? Это все результат работы Кириенко, причем в уж таком, так сказать, тандеме с Федеральной Службой Безопасности, то есть они все, что угодно делали, все методы были хороши. И вот за время его представительства, вот этого полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе, за это время он практически полностью перешил, перепрошил всю вот эту изнанку, переподчинил все, лишил всякие там не только значительных политических фигур, но и в целом все протестное затерлось, все, что касалось там оппозиционных СМИ и так далее, с этим совсем была проведена тщательная работа и все, что могло сопротивляться, было зачищено. Это вот такие действия, которые он производил тогда, и потом его назначили на Росатом, и уже будучи главой целой государственной корпорации, он сразу же начал налаживать вот эти международные связи, в том числе с Ираном, где они начали, возобновили, вернее, так скажем, стройку атомной электростанции в Бушере. И что бы вы думали, сначала когда-то еще это начиналось до вот этой исламской революции, до прихода к власти Айятол, там еще давно это начиналось Сименс делать, потому что сейчас трудно себе это представить, но когда-то там в 60-е годы до почти конца 70-х, вот до этого переворота по большому счету, вот до этого момента Иран же был очень таким дружелюбным государством, последний шаг Пехлеви, которого я неправильно сказала, могу перепутать, но не суть, значит, последний шаг был очень любим в Соединенных Штатах, потом туда он и уехал, когда наступил переворот, ну и в общем под его руководством, хотя он действительно долго просидел власти, около 30 лет и даже больше, в общем, тогда вот Сименс, вот просто представьте себе, Сименс начинал эту электростанцию в Бушере, вот так это себе представить, что в этом сегодняшний Иран можно здесь такое вообще представить, но тем не менее говорилось, что, знаете, туда мотницы ездили и считалось, что это такой себе второй Париж, вот, с точки зрения всех свобод, ну и в общем, как бы то ни было, сейчас Иран представляет из себя совершенно иное образование с точки зрения государственности, оно под санкциями американскими, как известно, с уже там, по-моему, конца 90-х, потом они только усиливали из двухтысячных и так далее, в общем, но это не помешало Кириенко наладить прекрасные, если не взяли отношения с этими террористами, и вот во время этого строительства, естественно, Кириенко стал, так скажем, вхож в, ну, скажем, всю эту аятольскую элиту, и, соответственно, когда сейчас под его, в том числе, гарантии и договоренности, Иран поставляет в Россию дроны и все прочее, это происходит именно потому, что за время строительства этой электростанции, которую они, естественно, запустили, они наладили вот именно благодаря Кириенко эти самые связи, совершенно беспринципно, абсолютно преступно, но вот они так действовали, и поэтому Кириенко чувствует с разных сторон, что его не только уже теперь двигает Ковальчук, но у него есть и международные связи с террористическими режимами, которые сейчас Путину в общем-то нужны для продолжения своего, своих преступных действий. Ну и осталось еще два вопроса, с вашего позволения, первый будет касаться роли Ирины Вильнера, Алишера Усманова и Медведева в знакомстве между Путиным и Кабаевой, и вот когда опять же готовилась к интервью, с вами прочла информацию, она касается футбольного клуба в аварии, что прошли обыски в футбольном клубе дел ускоренского олигарха Алишера Усманова. Немецкая полиция, обыскала клуб Баварии по делу об отмывании денег в отношении российского миллиардера Алишера Усманова. Ну, наконец-то взялись, ну что, давно пора. Он, понятное дело, что уже под санкциями, потом они пытались сделать какой-то притворный развод, по-моему, уже передумали, то есть этот свиноподобный вместе со своей бывшей или все еще женой свинер пытаются как-то выйти, значит, из-под этих санкций, что-то себе думают, но, конечно, уже ничего не успеют. Больше всего интересного о его прошлом можно узнать из книги Александра Литвиненко, о котором я уже сегодня говорила. Более того, за все свои разоблачения он заплатил самую высокую и страшную цену. Они его отравили полонием и весь мир наблюдал за ужасом того, как умирал Литвиненко после этого отравления. И поэтому я считаю, что, конечно, его книга заслуживает внимания. Там он рассказывает о том, как проходила восстановление этого Усманова, что он действовал как, ну, так скажем, московский представитель наркобарона Гафура, то есть черный Гафур или как там у него звали Гафур-пирожок, то, что он раньше пирожками торговал, в общем, Гафура Рахимова. Это же все подтверждает и высказывание бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей сказал, что Усманов сидел совершенно заслуженно, что отбыл он там еще в советское время из восьми лет шесть. И судимость была с него снята только потому, что он Гафур этот был в каких-то там взаимоотношениях с тогдашним президентом Керимовым и что он всегда был рейдером, преступником, я сейчас наберусь за точность цитаты, но можно посмотреть в интернете, что сказал Крейг Мюррей про Усманова. И почему он это сказал? А сказал он это по той причине, что Усманов хотел повторить успех Абрамовича и после того, как Абрамович купил Челси, Усманов захотел купить Арсенал. И вот тут видимо уже просто ну так сказать не желая это было слишком как бы вообще неприемлемо для Великобритании. Вот тогда посол в тот момент сейчас бывший посол Великобритании в Узбекистане раскрыл подноготную частично Алишера Усманова. И при этом заметьте, что Усманов никаких исков не подал, потому что если бы он только это сделал, то так экс-посол был ограничен публичной частью информации, а если бы были бы судебные слушания, то он рассказал бы еще гораздо больше интересных подробностей про то, чем занимался на самом деле Алишер Усман. А речь идет в общем-то и в книге Литвиненко и в намеках посла о том, что они организовали наркотрафик. И что это такая третья, ну тут не по счету и не по количеству, а просто их считается три основных глобальных этих артерий, по которым это все течет, зло этот яд. Вот и что одна из них, самая крупная в мире, была организована именно вот этой группы. Поэтому Мария, для чего Лишер Усманов и Ирина Винер познакомили Путина с Кабаевой с какой целью и какую роль в этом сыграл Медведев? Ну это делалось в интересах Медведева. Дело в том, что они тогда были квадригой такой этот вот Усманов Винер и Медведев с Леник со своей женой, ну Светланы Медведевой. Они везде выходили вместе и она произвела газетную утку, что будто Путин женится на Кабаевой. Но этот ничего не сделал, а задача в чем состояла? Они просто мало ознакомились с откровениями ныне очередной. Тогда бы они понимали, что в Самаркандском ковре надо тащить совсем не Кабаеву, а какого его симпатичного юнца. Но тем не менее, вот видимо как-то они ухватили, что глаз у него где-то загорелся в какой-то момент при общении с Кабаевой и они решили, что он отвлечется, отцепится от трона и таким образом это позволит Медведеву остаться у власти на второй срок. Ну и я вам скажу, что тогда многие поверили в эту возможность и по большому счету большинство из них поплатилось за то, что они переметнулись в лагерь к Медведеву. Самого Медведева где-то продержали три дня, он от всех своих планов отказался и более того сдал всех тех, кто в него поверили. в результате сумма групп два брата миллиардера Магомедовы оказались за решеткой. Туда же последовал министр без портфеля Абезов и в принципе довольно много пострадавших тех, кто поверив в Медведева оказались после этого неудел, там был довольно большой передел собственности. А вот именно что Усманов умудрился пропетлять, несмотря на то, что он именно на него-то, на Медведеву ставку делал, построил ему грандиозную резиденцию, где своды потолков и общее убранство напоминает Георгиевский зал Кремля. Но естественно, что сам Медведев когда сдал всех единомышленников и отказался от этой затеи, ну он не представляет больше из себя никакой угрозы, являясь по большому счету употребителем в промышленных масштабах тосканских вин, в основном красного вина. А тогда это все виделось вот этой квадриге совершенно иначе и естественно, что Кабаева им казалось для этого очень даже пригодным инструментом, что он отвлечется на нее, что он пойдет, например, как он сам уже подумывал на эту тему, президентом МОК Международного Олимпийского комитета, он же сам считает себя таким прям спортсменом, он всерьез считает себя спортсменом, обсуждает свои спортивные достижения, там, вот, он по спортивной квоте когда-то поступил в ЛГУ, туда его у святцев пропихнул, бандюган в шайке которого он социализировался изначально в Ленинграде, и вот он всерьез считал себя спортсменами, такая как бы вот Кабаева, очень стилая, вроде как, должна была, во всяком случае, лестить его самолюбие, и всем казалось, что это вот будет такая себе спортивная парочка, которая будет ездить по миру с представительскими функциями, и он отцепится, вот этот самый маньяк от трона, но, как видите, Кабаева не справилась. Мария, в завершении нашей беседы вот последний вопрос вам задав, я анализировала состояние Кабаева, и многие говорят о том, что Путин гедонист, что он любит комфортную жизнь, он любит роскошную жизнь, тоже ваше мнение интересно, но вот то количество недвижимости, которое есть у Кабаевой, десятки миллионов долларов, десятки квартир в Москве и Санкт-Петербурге, и вот Геннадий Тимченко подарил квартиру на Мытницкой набережной в Санкт-Петербурге, партнера Аркадия Ротенберга подарил тоже ей квартиру, то есть все партнеры, друзья Путина дарят ей все, то есть есть даже яхта Шахрезада в начале декабря 2020 года самолетом-бомбардер, мальтийского оператора, бизнес-джета, вылетела Кабаева из Милана в Сочи, в одно время с ней в Милане находились сотрудники ФСО, которые, как утверждают соратники Навального, входят в экипаж одной из самых дорогих яхт в мире, Шахрезады, да, она отдыхала на виллах, которые принадлежат Геннадий Тимченко, как вы можете это объяснить, то есть это вот такое желание, то есть это опять-таки легализация активов Путина или это такое желание подарить матери своих детей, вот, вы понимаете, при том, сколько именно воровано, они уже не знают на что и на кого и как это все распихивать. Мы с вами начали с этого разговора, я вам тогда как раз про Олега Руднова сказала, вот такой неудачный вариант, когда он взял и помер, и, собственно, пришлось куда-то перераспределять эти все активы, то я не удивлюсь, если, например, на отпрысков Кабаевой тоже сразу все оформляется, поэтому не только стволовыми клетками они могут быть полезны диктатору. Он циничен в этих подходах, наворовал он еще, то есть так, что, ну, понимаете, он столько украл, то есть изначально его, конечно, ну, скажем так, его такой, ну, иконостас, он, конечно, состоял из разных мафиози, то есть какой-нибудь там Эскобар или Дон Корлеоне, вот, ну, в его случае такой Дон Корликоне из него получился, но, как ни крути, он организовал то, что они называют словом бассейн, то есть огромную черную кассу, включая этот питерский порт и разговоры о том, что не только, значит, героиновые, но вообще весь наркотрафик, чуть ли не до 90% проходит через вот эти вот, через эту сортировочную. Понимаете, он сам заскучал, мне скучно, без что делать фауст, таков вам положен предел, когда он наладил всю эту экономику в таких уже масштабах, которые, в общем-то, не снились даже тем образцам криминального мира, на который он прежде равнялся. И вот тогда у него, видимо, его понесло в разные другие стороны. Но своих подельников он же не мог бы привлечь своими маньякальными идеями, которые вот сейчас стали очевидными. Он их привлекал в основном гигантскими деньгами, которые как раз становились для них, для всех реальностью путем лояльности и подельничества с Путиным. Соответственно, и Кабаева тоже, ну, чем-то ж надо ее привлекать, но действительно такая гигантская недвижимость, которую на нее записывают. При тех масштабах воровства, которые там культивируются кооперативом озера, ну, как вам сказать, ну, естественно, что ей перепадает, но это же было бы уже странно, если бы не перепадало вовсе. Ну, вы все верно сказали про эти подарки и вот такую форму поощрения. Ну, вот, за, в общем-то, такую жизнь, которую она там ведет вот в уединении, скрывая наличие детей, которые, заметьте, вырастают и, естественно, лишены вообще возможности вырасти какими-то там, ну, социально вменяемыми людьми, то есть, соответственно, это вот такое, когда это делалось, когда скрывались дети, например, патриарха Алексия, но это было понятно, его можно после того, как, если бы это вскрылось, было лишать сразу саны и так далее, но когда скрывается вот эта личная жизнь, ну, так сказать, лица с представительскими функциями, это немыслимо, где, в каком государстве, всегда наоборот, семьи на виду, все видят, как кто живет, с кем, и, ну, как можно вообще где-то избраться, не продемонстрировав свою настоящую семью, а это будет теперь жить в Алдайской резиденции, ну, мы уже, как с вами говорили, в золотой клетке в обмен на стволовые, и взрослеющие вот эти вот отпрыски, это что за будущее царевича Иоанна Антоновича, с которым было запрещено общаться, то есть там есть примеры, можно подобрать из российской истории, когда с ним было запрещено общаться, разговаривать, легитимный наследник престола Иоанн Антонович был в итоге убит при якобы попытке бегства из своего заточения, потому что придя, значит, уже к власти Екатерина, решила, что даже в таком виде, когда с ним не разговаривали, когда был заточен 20 с лишним лет, и он все еще представляет угрозу для престола наследия, и она все-таки решила имитировать этот побег, и в дальнейшем разрешила его убивать при попытке к бегству. То есть, ну что, вот такое будущее, видимо, ей есть о чем подумать, даже несмотря на то, что она предпочитала спортивные снаряды и немногословность, но я думаю, что ей есть над чем подумать, потому что осталось им недолго, и как бы судьба Евы Браун тоже должна, наверное, даже вот при таком, в общем-то, скудном с точки зрения науки спортивном образовании, все-таки сейчас есть интернет, можно, мне кажется, почитать, чем такое заканчивается. Мария, благодарю вас за этот больший час, и мы с вами общаемся, вы действительно обладаете огромным количеством информации, благодарю вас, что вы поделились ею, Мария Максакова, первая певица, бывший депутат Госдумы. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы нас увидели больше, напишите комментарии, откуда вы нас смотрите, с какого города, и с какой страны мы читаем комментарии, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал, на YouTube канал Марии Максаковой, если смотрите нас с телеканала прямой, нажмите на название, там есть возможность подписаться. Мария, благодарю вас, слава Украине! Героям слава! Разум до перемоги! Субтитры сделал DimaTorzok